МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диалог. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня в центре внимания вступительная гонка 2020, а также первая корректива, которая в нее внесла эпидситуация. Знакомьтесь с гостем студии и присоединяйтесь к разговору. Владимир Иванович Глазунов, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1981 по 2002 год ассистент, старший преподаватель кафедры «Техническая механика Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухова». В 1999 году назначен ответственным за проведение централизованного тестирования. Принимал участие в становлении системы ИЦТ в Беларуси, в подготовке документации по открытию региональных центров тестирования. В 2002 году возглавил центр, созданный в ГГТУ. Подготовил более 20 научно-методических публикаций. Член коллегии Главного управления образования Гомельского облсполкома. Награжден нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Выдатник эдукации». Задать вопросы Владимиру Глазунову можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Владимир Иванович, добрый день. Рад видеть в студии «Беларуси». Добрый вечер, да. И в самом начале немного предыстории. Первые репетиционные тестирования в стране прошли еще в 2019-м. Все верно? Для нынешних абитуриентов, для выпускников 2020-го года. Да, мы начали первый этап в октябре 2019-го года. Второй этап – это уже январь-февраль 2020-го года. И вот мы остановились перед… Начали третий этап, в общем-то, в марте месяце. О которой пришлось внести некоторые коррективы. Об этом еще поговорим. Вот чтобы было понятно, цена пробанного тестирования – 7 рублей. Ограничения по количеству попыток имеются? Ну, репетиционное тестирование – это тестирование по желанию. Поэтому абитуриент может сдавать столько предметов, сколько он захочет. В принципе, нет ограничений, конечно. А если к рекомендациям, хотя бы несколько раз стоит попробовать и для чего? Ну, вопрос репетиционного тестирования, вернее, цель репетиционного тестирования – это, в принципе, дать возможность нашим абитуриентам почувствовать, ну, хотя бы приблизительно вот эту ситуацию, которая в дальнейшем будет на централизованном тестировании. Поэтому чем больше человек тренируется, тем больше, так сказать, у него уже уверенности, тем лучше узнает уже эту процедуру. И тогда, когда он приходит на централизованное тестирование, у него, в общем-то, некоторые навыки уже фактически до автоматизма отработаны. Можно ли уже по итогам 2019-го и части 2020-го как-то судить о уровне знаний абитуриентов? Владеется ли какой-то аналитикой по итогам репетиционных тестов? Нет, уже несколько лет, в принципе, абитуриент получает лично свои результаты. В общем-то, поэтому, как наши абитуриенты сдают репетиционное тестирование, мы не знаем. Уважаемые друзья, я напомню, телефон прямого эфира в Гомеле – 340-043. Свои сообщения можно отправить и в Вайбер. Номер инфолении – плюс 375-29-340-043-3. К этому времени последний пробный тест в регионе прошел 28 марта. Чем он отличался от предыдущих? Да, в общем-то, репетиционное тестирование в университетах у нас было приостановлено 28 марта. Фактически прошло последний раз 28 марта. А далее, в общем-то, мы провели перенос. Чем отличалось тестирование 28 марта? Тем, что, исходя из достаточно сложной эпидемиологической ситуации, мы вынуждены были, в общем-то, уменьшить количество абитуриентов в аудитории до 30-40, для того, чтобы рассадить их как минимум на метр друг от друга. Кроме того, мы, в общем-то, предприняли меры, чтобы абитуриенты при входе в университет раздевались в гардеробе очень быстро и проходили непосредственно у аудитории. Они не образовали какие-то небольшие коллективы, не обсуждали. Точно так же они выходили, одевались и выходили на улицу. Эпид-ситуация уже тогда как-то повлияла на количество желающих поучаствовать в репетиционном тесте? Ну нет, у нас абитуриенты заранее регистрируются на репетиционное тестирование. Их, конечно, зарегистрировалось значительное количество. Но если привести пример, университета Франциска Скоры, там более тысячи человек в одно из воскресенья зарегистрировалось. Поэтому, в принципе, обычные цифры. Никакого падения резкого мы не увидели. Но вместе с тем понятно, что при таком количестве абитуриентов возможности ВУЗа были ограничены для проведения в таких условиях репетиционной тестирования. И все-таки эпид-ситуация подтолкнула к тому, что нужно было пересмотреть сроки проведения тестов далее. Ближайшее запланированное тестирование, насколько знаю, должно было состояться в Гомельской области 4 апреля в субботу. Но по понятным причинам ушли в паузу и практически на месте. Причина понятная, что, в принципе, конечно, вот такие массовые мероприятия было рекомендовано переносить. И мы, согласно рекомендациям, решили больше, в общем-то, не рисковать, в общем-то, и решили перенести 3 на 3 недели, 3 недели или 3 тестирования, в общем-то, на месяц май. Я так понимаю, люди оплатили деньги, и наверняка и сейчас поступают вопросы, а как быть, не сгорит ли сумма, успели ли всех повестить о том, что четвертого отмена? В принципе, регистрация на репетиционное тестирование у нас, в общем-то, уже целый год централизована Республиканским институтом контроля знаний. То есть абитуриент заводит личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, там регистрируется, и, в общем-то, в принципе, там у него и расписание, там он выбирает предметы, там он выбирает ВУЗ. Там и информацию должен быть. Да, и эту информацию, в общем-то, ему должен был досылать Республиканский институт контроля знаний в виде рассылки на электронные адреса. Говоря про сумму, которая оплачена, можно ли полагать, что она останется сохранной? Ну, если, в принципе, все-таки кто-то не получил еще, хотя мы и по телефону, конечно, консультировали много наших абитуриентов, я хочу сказать следующий порядок. То есть регистрация, предположим, на 4 апреля, 5 апреля, там, 12 апреля, 17 апреля, она отменена. И ВУЗы, в общем-то, после этого выставили уже новое расписание на майские дни до 24-го, включительно, мая. Это одно из воскресенья мая. И поэтому теперь абитуриент, в общем-то, исходя из своих пожеланий, может в автомате, предположим, на первое воскресенье зарегистрироваться, может быть, на следующее, а может быть, и на 24 мая. Это все его желание. И сможет воспользоваться оплаченной суммой? Ну, естественно, конечно. Деньги сразу становятся... То есть там есть такое понятие свободная оплата. Как только отменяет он регистрацию, да он сам отменяет регистрацию, и сразу у него появляется свободная оплата. Это, значит, те деньги, которые он может вновь использовать. Владимир Иванович, говоря о сроках проведения самого ЦТ, пока все без изменений? Да, пока, в общем-то, в принципе, ничего не поменялось. То есть мы в начале июня начинаем, планируем начинать централизованное тестирование. Впрочем, как и правила проведения вступительной кампании без изменений? Ну и также, соответственно, пока не меняются и правила приема документов, и правила зачисления, и сроки зачисления пока без изменений. Тем временем мои коллеги побывали в самом крупном пункте централизованного тестирования в Гомельской области. Отсюда и репортаж по подготовке к ЦТ. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. У этих ребят вступительное волнение уже позади. Более семи месяцев назад они стали студентами Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Они вытянули свой счастливый билет. Их будущая профессия связана с IT-технологиями и подразумевает работу в одной из самых востребованных сфер. Говорят, что сейчас о тестировании уже не вспоминают. Однако при случае подчеркнут. Готовились тщательно. Никита Ходосовский – выпускник Гомельского городского лицея. Там подготовка к ЦТ целенаправленно велась не один год. Немножко сложновато, хотя вопросы на самом деле у нас в лице мы обсуждали. И множество задач мы решали, готовились в серную. Ну, то есть большинство из них мы знали. Время подготовки к централизованному тестированию – звездный час репетиторов. Правда, в небольших городах, не говоря уже о сельской местности, найти настоящих профессионалов достаточно сложно, а иногда и вообще невозможно. Некоторых выручала хорошая память. На самом деле ЦТ очень легко заучить. Его можно заучить и после эти знания забыть. То есть, когда я учила математику, я ее заучивала. И у меня сейчас знаний особо не осталось. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины – не только крупнейшее учебное заведение региона, но и самый большой в Гомельской области пункт централизованного тестирования. По ЦТ ежегодно готовится около 80 аудиторий. Сам процесс сдачи экзамена отработан до мелочей. Списать, во всяком случае, никак не получится. Даже без камер видеонаблюдения весь процесс контролируется несколькими преподавателями. Они, кстати, выбираются буквально в последние минуты перед тестированием, что исключает возможность помощи своему абитуриенту. На момент регистрации так определяется только корпус, которым будет сдавать абитуриент централизованное тестирование по тому или иному предмету. И уже в день тестирования он туда прибывает, в этот корпус. И мы в день тестирования утром, как правило, вывешиваем списки, и он может определить номер аудитории, в которой он будет. А списки формируются случайным образом, накануне тестирования. Компьютерная система, путем случайных воздействий на списки абитуриентов, перетусовывает их по аудиториям. То есть заблаговременно предусмотреть, в какой аудитории внутри корпуса он будет проходить тестирование, просто невозможно. У каждой аудитории работает как минимум три организатора. И организаторы наши, преподаватели университета, они также не знают, в каких аудиториях они будут работать. Но там жеребьевка идет и по корпусам, по аудиториям. Никто не знает, кто будет руководителем, кто будет организатором в аудитории. Это делается, ну, жеребьевка, так вот, присутствие представителя комиссии по контролю, так вот, и тоже делается вот накануне тестирования. Мы начинаем запускать абитуриентов в 9.30 утра в корпуса, так вот, а жеребьевка организаторов, преподавателей, проходит где-то в 8-8.15. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Владимир Иванович, продолжим тему буквально через минуту, а пока предлагаю выслушать звонок от зрителя «Беларусь-4». Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Валентина Владимировна Бибикова. Ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, могут ли проходить репетиционное тестирование учителя? Спасибо. Спасибо. Вот я не уточнил, для того, чтобы повысить свою квалификацию, либо просто для того, чтобы быть уверенным в своих знаниях? Да, учителя, конечно, могут проходить, они и приходят проходить. Ну, тут есть разные, наверное, интересы у учителей. И просто-напросто посмотреть эту всю процедуру потом, чтобы работать более эффективно с учениками. А может быть, просто потом заниматься дополнительной подготовкой, касаясь репетиторством с учениками. Я хочу сказать, кроме учителей, к нам приходят и родители иногда, и даже на централизованное тестирование приходят родители, чтобы поддержать своих детей. В общем-то, законом это, скажем так, не возбраняется. В возрастных ограничений нет? Нет, конечно. У нас абитуриент, ну, видите, есть студенты в 60 с лишним лет. В общем-то, в принципе, по этому могут поступать. Спасибо большое и за вопрос, и за ответ. Ну, а мы продолжаем. Владимир Иванович, если говорить про централизованное тестирование, его результаты, результаты последних нескольких лет, как можно отследить уровень знаний абитуриентов? Ну, я бы говорил здесь, наверное, уточнил бы здесь и говорил бы об уровне подготовки к централизованному тестированию наших абитуриентов. В общем-то, если говорить об этом критерии, то, наверное, здесь хотелось бы сказать о месте нашей области, о результате нашей области по централизованному тестированию среди других областей. И я хочу отметить, что последние два года наша область, в принципе, уверенно занимает первое место по результатам централизованного тестирования, обогнав в том числе и город Минск. То есть это говорит, что, в общем-то, уровень нашей подготовки увеличивается, то есть растет. В общем-то, это достаточно приличный результат. Мы, в общем-то, гордимся этим результатом. Это результат и наших учеников, и наших, естественно, педагогов. Всегда интересны контрасты. Как много стубальников за последние несколько лет? Ну, понимаете, стубальник, он, в общем-то, конечно, картину улучшает, в принципе, но не так сильно, как нам хотелось бы. Почему? Потому что их, конечно, не так много. То есть вот у нас в прошлом году было 44 стубальника. Позапрошлом году у нас было 52 стубальника, в общем-то. Но нужно иметь в виду, что позапрошлом году у нас все-таки сдавало больше абитуриентов. И выпускалось у нас больше учащихся, и абитуриентов было немного больше. Хорошо. А количество тех, кто сдал ниже среднего, какое, каков процент? Ну, я сейчас, наверное, не готов на этот вопрос, в общем-то, ответить, потому что, в принципе, понимаете, изменилась немножко система, ну, не немножко, кардинально изменилась система оценивания на централизованном тестировании. И, естественно, сравнивать позапрошлый год и прошлый год – это уже однозначно некорректно. Однозначно некорректно. То есть, в общем-то, ниже среднего позапрошлом году это было, предположим, 15 баллов. Ниже среднего в прошлом году это уже могло быть и 40 баллов, в общем-то, в принципе. Но то, что, в принципе, наш пик результатов, он, конечно, чуть-чуть ближе все-таки к 50%. Чтобы подвести черту в этой части разговора, несколько советов от эксперта с большим опытом, как настроить себя на результат. Я сейчас говорю и про абитуриента, и про родителей, потому что помощь нужна, наверное, и тем, и другим. Неизвестно, кому больше. Мы говорили сейчас много о репетиционном тестировании, и мы уделяем репетиционному тестированию много внимания. Почему? Потому что это вот тот психологический настрой, который часто бывает решающим. То есть мы берем двух абитуриентов с хорошей подготовкой, с хорошего, достаточно престижного учреждения образования. Один показывает приличный результат, а второй проваливается. И когда мы начинаем выяснять, в чем же причина. А причина вот той психологической подготовки, в общем-то, вот тот психологический настрой. И, конечно, здесь крайне важно, скажем так, как родители будут себя вести, насколько они будут помогать своему ребенку, в общем-то, вот в этой подготовке, и как они потом, в общем-то, будут с ним общаться по получению какого-то результата. Плюс возможности репетиционного тестирования, они как раз и призваны помочь парню или девушке психологически в первую очередь подготовиться. Да, психологическая готовность к ЦТ – это очень важный параметр. Мы всегда видим, в общем-то, наблюдаем такие провалы хороших учащихся. Мы должны понимать, что наши хорошие учащиеся – это высокомотивированные учащиеся в основном. И они, если просто сказать, очень заточены на результат. Понимаете, и любые вот эти вот нервные потрясения, в общем-то, результат этот резко снижает, в принципе. То есть, понятно, есть хорошая подготовка, есть учебная подготовка, и плюс еще в себе уверенность, что ты этот результат можешь получить. Хорошо. А как насчет хитрости? Насколько эффективна ее помощь и поддержка во время испытания? Ну, хитрости, я так понимаю, речь идет о каких-то, в общем-то, устройствах для получения информации. Но я вам хочу сказать, что, в принципе, наши абитуриенты, в нашей области абитуриенты, ну, достаточно добросовестные, так сказать, добросовестные, законопослушные. В случае попыток использования запрещенных средств, телефонов, шпаргалок, их минимальное количество. И все-таки? Да. Ну, здесь можно четко, то есть, однозначно нашим абитуриентам сказать, что, в общем-то, воспользоваться... Классика, прием, прием, первый, первый, не поможет. Предположим, вот этими наушниками, которые сегодня уже совсем миниатюрные, практически невозможно, потому что в аудитории достаточно тихо, преподаватели опытные, вот эти все движения абитуриентов они видят. Ну, попытки были у нас оставлять телефоны там в туалете, потом пытаться выйти, в общем-то. Ну, понимаете, это уходит время драгоценное. Ну, что-то одну задачу, может быть, ты услышишь, ты ее должен передать, ты ее должен получить. Плюс вероятность поломать планы, как минимум, на год. Да, ну, у нас в основном абитуриенты, к сожалению, в общем-то, в принципе, даже не по злому муслу удаляются, а потому что забывают иногда телефоны в карманах, проносят эти телефоны, понимаете, и потом эти телефоны звонят или выпадают у них из карманов, мы вынуждены их удалять. Спасибо большое, Владимир Иванович. А сейчас к сообщениям, которые пришли от наших зрителей. Как вам вариант проведения репетиционного тестирования из дома? Вполне было бы востребовано сегодня, интересуется Андрей Измозыря. Ну, в принципе, репетиционное тестирование из дома – это реальность, которая существует. Республиканский институт контроля знаний бесплатно проводит репетицию по всем предметам. Единственное, конечно, там один тест, в общем-то, и формат немножко иной, понимаете. Подача, компьютерная подача тестов – это одно, бумажные тесты – это несколько другое. И то, о чем мы с вами говорили выше, все-таки прочувствовать атмосферу из дома сложно. Да, в аудитории, понимаете, нужно работать, уметь работать с бланком, нужно уметь работать с тестом, нужно вырабатывать при этом определенную тактику поведения на тестирование. Это все делается, когда вы проходите репетиционное тестирование вживую. Спасибо большое. Кто и как готовит задания на ЦТ, можно ли гарантировать, и как быть в этом уверенным на 100% справедливость оценки по итогу? По каждому предмету есть авторский коллектив в Республиканском институте контроля знаний. Каждый автор готовит, ну, насколько вот не помнится, там, если, значит, там 10 вариантов по 40 заданий, вот он, 400 заданий каждый автор должен подготовить. Потом эти задания, то есть работают эксперты с этими заданиями, производится их отбор, в принципе, сформируется такая база по, в общем-то, по одному предмету. Вы можете, если там 3-4 автора, вы можете, то есть мы понимаем, сколько заданий они подготовят. Производится эта выборка, в общем-то, и далее, когда готовятся уже тесты непосредственно на централизованное тестирование, из этой базы потом производится выборка. Это не значит, что авторы поработали и уже отобрали сразу 10 вариантов. Нет. Там есть база, из которой производится выборка на 10 вариантов централизованного тестирования. Спасибо большое. В прошлом году сдавал ЦТ. На мой взгляд, не для среднего ума, пишет наш зритель. Как думаете, если провести эксперимент и попробовать сдать, предложить сдать ЦТ педагогам школ? Все ли справятся на отлично? Ну, я хочу сказать, что, что касается наших педагогов, нашей области, то они, в общем-то, такую проверку по одному из предметов проходят каждый год. Ну, она, конечно, обезличенная проверка. Главное управление образования проводит такой, своего рода, мониторинг. В общем-то, готовности наших педагогов проходить, пройти централизованное тестирование. Делается такая нарезка из тестов прошлых лет, и это предлагается нашим педагогам. Я хочу сказать, что очень много стубальных результатов у нас еще за многие уже годы проведения этой процедуры не было и нулевых вариантов. Да, конечно, низкие результаты присутствуют, но это, скажем так, материал для потом дополнительной работы с педагогами. В общем-то, специалисты видят, ну, где есть определенные провалы, где нужно методическое усиление. Это достаточно такая, я думаю, что полезная вещь. Спасибо. А сейчас двигаемся дальше. Вот наверняка часто и у вас спрашивают, достаточно ли только школьной программы для того, чтобы получить заветный студенческий билет? Ну, давайте начнем сначала. В принципе, соответствуют ли тесты школьной программе? Да, соответствуют. То есть тематика тестов, нету там вопросов, которые не изучаются в школе. Потом следующий вопрос. А куда вы хотите поступать? Если вы хотите поступать в престижный ВУЗ, баллы будут однозначно достаточно высокими проходными. И, соответственно, вам необходимо будет справляться с заданиями не только первого, предположим, второго, там, третьего уровня, а может быть, даже четвертого, пятого. Я говорю о, в общем-то, о уровнях десятибалки нашей, да? В принципе. Конечно, в общем-то, в обыкновенной школе иногда некоторые вопросы на таком уровне не рассматриваются. Это не предусмотрено, в общем-то, по урочным планированию. С другой стороны, никто не запрещает дополнительно заниматься. Да, поэтому, в принципе, необходимы и дополнительные занятия. И я хочу сказать, в каждой школе, в каждой школе у нас есть факультативы. Понимаете? Дополнительные занятия. То есть, в принципе, идет опрос учащихся, кто куда собирается поступать, какие предметы, по каким предметам нужна дополнительная подготовка. Исходя из этого, формируются группы, небольшие группы учащихся. И вот эта дополнительная подготовка, в общем-то, им предоставляется. Кто-то скажет, я уверен, мнение зрителя-скептика, оно такое, в городе для того, чтобы дополнительно заниматься возможностями куда больше, как быть ребятам из сельской местности. Или здесь все-таки тоже первостепенно желание и стремление? Может быть, чисто формально, да, есть курсы университетские. В общем-то, в принципе, есть еще курсы в каких-то учреждениях. И может быть, в сельской местности этих курсов, то есть возможности посещать такие курсы у него нет. Но если мы смотрим на результаты централизованного тестирования прошлых лет, мы видим, что школа, да, школа сельская, она не показала в общем рейтинге там высокого результата. Но если посмотреть на баллы, которые получили, есть учащиеся с очень-очень высоким, очень приличным баллом по централизованному тестированию. Пример того, что терпение и труд, желание оттворят чудеса. То есть, в принципе, если у ребенка есть мотивация, и у него поставлена достаточно амбициозная, высокая цель, то, конечно, он найдет возможность получить эти знания. И, естественно, найдутся в сельской школе педагоги, которые, конечно, будут с ним заниматься и помогут эту цель реализовать. Однозначно. Еще один важный момент, который хотелось бы обсудить. Ориентир любой семьи на высшее образование понятен. И все-таки это, наверное, нужно рассматривать немножко шире. Важно понимать, что не о престиже нужно говорить, а о востребованности профессии в будущем. И тем не менее, мы видим, что из года в год, несмотря на то, что рынок по некоторым специальностям переполнен, достаточное количество абитурентов идет в юристы, психологи и так далее. Да, понятие модной специальности, оно существовало, существует и будет существовать, в принципе. И исходя из, ну, я не знаю, из, наверное, может быть, вот, и не стоит это сегодня обсуждать, из каких соображений родители и абитуриенты выбирают специальности, которые, ну, скажем так, не всегда, в общем-то, потом удовлетворяют их по самым разным причинам, в том числе заработной плате, возможности трудоустроиться, социальном статусе в обществе и так далее, и так далее. Проблема может быть в том, что не все уверен, знают, куда идти и что выбрать. В этой связи, насколько оттачена работа, отлажена работа и система профориентации в регионе? Есть куда обратиться для того, чтобы, ну, как минимум, выбрать хотя бы несколько направлений перспективных и полезных? Ну, если опустить некоторые официозы в организации нашей профориентационной работе, я считаю, что на достаточно хорошем системном уровне у нас ведется уже много лет. Мы вместе с главным управлением образования работаем. Я хочу сказать, что, конечно, на сегодняшний день для наших абитуриентов, вот хотя бы даже в информационном плане, сделано очень многое для того, чтобы их посвящать вот в эти профессии, которые мы называем модные. О чем я сегодня говорю? У нас единственное в республике существует областной профориентационный портал. В работе портала участвуют у нас все вузы, независимо от их ведомственной принадлежности и их интересов. Кроме этого, в принципе, там представлены интересы и все системы среднего специального образования, и системы профтехобразования. Каким образом наши университеты пытаются себя представлять перед абитуриентами? У нас существует уже с 2015 года такое мероприятие, как «Университетские субботы». Я хочу сказать, что вот за последние годы начинали мы, как всегда, отталкиваясь от тех мероприятий, которые традиционно проводили университеты, а именно это были Дни открытых дверей факультеты, это были Дни открытых дверей университетов, это были Дни открытых дверей кафедр. Теперь уже, в принципе, мы видим очень много интересных мероприятий, которые, в принципе, рассказывают о специальности, но, в общем-то, впрямую никого уже к себе так вот явно не зазывают. Понимаете? То есть сегодня этот формат, когда абитуриент сам регистрируется, или учителя вместе с ним приходят на это мероприятие, в общем-то, мы даем возможность им выбирать. Он достаточно показателен. Почему? Потому что если у нас висит мероприятие, и на него никто не регистрируется, значит, оно неинтересно нашим абитуриентам. Значит, ВУЖ где-то не доработал. Вот я хочу привести пример нашего Гомельского государственного медуниверситета. Они проводят очень интересные мероприятия, и даже связанные с, в общем-то, мероприятиями, и на этих мероприятиях они демонстрируют демонстрируют реальную обстановку, в которой занимаются их студенты. То есть возможность прощупать изнутри. Да, понимаете, и не только красиво посмотреть на эту специальность, а увидеть некоторую изнанку этой специальности, что не всё так красиво, предположим, в работе медицинского работника. Там и есть и кровь, и есть и другие неприятные все вещи. И вы знаете, может быть, если бы чаще мы давали возможность нашим детям ознакомиться всё-таки с реальной жизнью медикам, может быть, у нас вот этот ореол такой немножко бы спал, и туда шли, в самом деле, клиенты, которые готовы оказывать помощь людям. Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда? С таким вопросом на днях на улице областного центра вышли мои коллеги. Давайте посмотрим, что получилось прямо сейчас в эфире. Рубрика «Есть мнение». Юрист, адвокат. Почему? Ну, потому что всем нужны эти услуги. Врачи. В связи с эпидситуацией. Мне трудно сказать, я пенсионерка. Мне трудно сказать. Ну, не знаю, наверное, продавец, как всегда. Это в первую очередь, я так считаю. Ну, что ещё может быть? Юрист. Думаю, что так. Я думаю, что всё, что связано с онлайн-обучением, обязательно, это хорошие профессионалы обучения в любых сферах. Всё, что связано с хендмейдом, то есть люди, которые умеют что-то делать сами, своими руками. Ну, что ещё? Я думаю, что раз я говорю про обучение, значит, платформы, которые обеспечивают передачу обучения онлайн. Ну, наверное, юристы, чтобы мы жили по закону в любимой Беларуси. Я думаю, медицинский персонал востребован у нас. Ну, и рабочих профессий, строителей не хватает. Ну, я так думаю, уборщиков не хватает. Дома не убирают. Звоним, звоним, и пенсионеры нам говорят, нету людей. Строительные. А другие рабочие? Я думаю, что токаря, фрезеровщики необходимы. Из рабочих специальностей. ЭТ-профессии. Компьютерщиков. Вирусологи пойдут, наверное, в настоящее время. Пойдут массово учиться на них, я так полагаю. Ну, востребованные, я думаю, рабочие профессии тоже квалифицированные. Я так... Ну, электрики, предположим, токари, слесари. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Владимир Иванович, как вам мнение гомельчан? Вы знаете, вот мне понравилось мнение женщины, и потом, в общем-то, прозвучало такое, и, в общем, у последнего выступающего. Речь идет о том, что неважна профессия. Главное, чтобы человек профессионально, в общем-то, выполнял и свое дело. То есть сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, ну, некоторое такое, понимаете, снижение количества людей, которые профессионально подходят к своему выполнению своих обязанностей. То есть, в принципе, юрист, там, адвокат, слесарь, токарь, рабочие специальности, все это будет цениться. Я всегда родителям, когда бываю на встречах с ними, я всегда им говорю, вот неважно, там, девочка выбрала, там, хочет быть художником, в принципе. Но мы ее отговариваем, потому что, в принципе, она вряд ли будет что-то много зарабатывать. Я их переубеждаю, что если она станет, если это будет ее любимая работа, и если она станет профессионалом, она будет однозначно цениться. Будет однозначно цениться. Важны компетенции, а не диплом. Да, это гораздо важнее. Выбрать специальность, которая тебе, в общем-то, нравится, и там добиться вот этого профессионального признания. Повод задуматься. Владимир Иванович, и еще не так много времени остается в эфире. Еще один пример в тему разговора. Уже который год по некоторым ключевым профессиям сфера услуг ощущает серьезный кадровый голод. Повар, продавец, кассир, товаровед. Список можно продолжать. Почему, на ваш взгляд, при достаточно серьезном запросе рынок труда ощущает достаточно большой кадровый голод? Ну, понимаете, магазин, какое-то предприятие общественного питания, его открыть гораздо проще, в принципе, и быстро. Самое главное, что очень даже быстро. Когда планируются кадры в учреждениях, которые готовят эти кадры, то, в принципе, конечно, они планируются на определенную перспективу. Проходит какой-то срок. А за это время, в общем-то, добавляются еще те предприятия, те точки общественного питания, те магазины, которые, в общем-то, ну, скажем так, заявки на кадры не делали. То есть наше планирование не успевает? Понимаете, у нас государственное учреждение образования. Мы, в принципе, конечно, готовим кадры для государственной системы торговли и так далее. Хотя это неоднозначно, потому что кадры готовятся по заявкам и частных организаций, в принципе, учащиеся могут там того же технического лицея пойти работать, если они, в принципе, заказали эти кадры, понимаете? Но ведь часто такого не происходит. Да, а часто такого, конечно, не происходит. К сожалению, в общем-то, мы наблюдаем эту ситуацию, когда, в общем-то, в принципе, кадры переманиваются, где-то их больше, где-то их не хватает. Буквально коротко, несколько минут в эфире остается у нас. Сегодня рабочие специальности. Какие из них наиболее востребованы? Ну, если посмотреть, востребованы водители, востребованы у нас, в общем-то, и трактористы в местности сельской, да, и учреждения там, которые ближе к сельской местности. В принципе, из рабочих специальностей те же самые повара, те же самые продавцы, в общем-то, в принципе, готовят у нас по этим специальностям. Один из вопросов, который вижу на нашей инфолинии, хочу все-таки успеть его озвучить. Владимир Иванович, а вот вы, как определились в школьное годы с учебным заведением? Неужели точно знали, куда идти, кем стать? Наверное, в принципе, скорее всего, что выбор был не совсем удачен, когда я выбирал университет. Наверное, я в большей степени его... То есть, институт тогда железнодорожного транспорта, это был ПИИШТ, в общем-то, ну, мне просто нравилось, в общем-то, скажем так, транспорт сам по себе. И солидный, в общем-то, был институт, не в обиду другим тогдашним институтам и университетам сказано. Хотя, в принципе, видите, то есть проработал я там в этой сфере совершенно немножко и ушел в педагогику. Недаром сегодня тренд во всем мире обучение на протяжении жизни. Остается чуть более минуты в эфире. Буквально коротко, готовясь к сегодняшней программе, в сети прочитал обращение одного из руководителей школ. Хочу, чтобы мы его послушали и прокомментировали. Дорогие родители, у ваших детей скоро начнутся экзамены. Знаю, что все очень сильно беспокоятся, чтобы их дети сдали хорошо. Хорошо. Здорово, если ваш ребенок получит хорошие оценки. Но, пожалуйста, не лишайте их уверенности в себе и их достоинства, если этого не произойдет. Скажите им, что это нормально, что то, что происходит, это просто экзамен. Они созданы для куда более значительных вещей в жизни. Скажите им, что как бы ни произошло, какая бы оценка ни была выставлена, вы любите их и не будете судить. И, пожалуйста, не считайте докторов и юристов единственными счастливыми людьми на планете. С уважением и пожеланием директор школы. Не будем комментировать автора и все-таки, подводя черту в разговоре. Я бы, конечно, добавил пожелание. Все-таки пожелать сегодня всем здоровья, пожелать сегодня всем сил душевных, физических, моральных, для того, чтобы справиться со всеми трудностями и получить тот результат, на который, в общем-то, наши дети уже давно нацелены. Владимир Иванович, благодарю за это интервью. Я же напомню, что сегодня гостем программы «Диалог» был начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Добрых новостей и до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова